Привет всем! Сегодня мы с вами снова встретились и приготовим очередной наш кулинарный шедевр. Ну, как шедевр. Это будет всё как обычно, всё очень просто и легко. Сегодня я предлагаю приготовить омлет. Омлет как в школе, как в детском саду. То есть пышный, высокий омлет. Ну, а что из этого получится? Посмотрим. Давайте покажу, как обычно, что у меня из продуктов сегодня. На самом деле продукты для омлета самые элементарные, все это знают. Ну, в общем, вот такие. Собственно говоря, для омлета у нас самые простые продукты. Это яйца, молоко, соль и сливочное масло. И мы будем как смазывать форму, так же сливочное масло мы будем уложить как на омлет. Если кто помнит, да, в лагере может быть, если кто-то был или в детском саду, в школе. Вот кусочек сливочного масла на горячий омлет. Это самое то! Так, и сейчас уже приступим готовить. Но первонаперво я, конечно же, включу духовку, чтобы она у меня уже грелась. И начнем, в принципе, приготовление. Духовка у меня греется. И берем мисочку. И выливаем все наше молоко. И теперь в молоко мы будем добавлять яйца. Все яички разобью, все каждое отдельно. Яйца я уже помыла предварительно. Ну и как бы, чтобы они все были хорошие, я их разбиваю отдельно, а уже потом выливаю в общую массу. Все, яйца я разбила. Для чего это делается еще? Для того, чтобы, если вдруг какое-то яичко порчено, чтобы вы могли его сразу выбросить, чтобы вы не испортили весь продукт. Либо, если, знаете, когда разбиваются яйца, может быть, какая-то шкарлупка попадется. И тоже, чтобы ее не испортить, чтобы потом не искали ее во всей массе. Вы просто берете, достаете ее, да, вот как сразу. Так, сюда же я насыпаю соль. И теперь я все это размешиваю. Важный момент, не взбивать, просто хорошо размешать. Все, мы хорошо размешали молоко с яйцами и солью, не взбивая, только размешали хорошо. Теперь следующий этап, это нам нужно просто взять форму и смазать ее сливочным маслом. Вот она моя форма, в принципе. Я сейчас одену перчатку, чтобы не вымазывать руки. Берем масло и смазываем хорошо нашу форму сливочным маслом. Я думаю, такого кусочка мне будет достаточно. И просто вот так вот обильно смазываем нашу форму. Вспоминается детство. Ну все, вот так обильно я смазала форму сливочным маслом. И теперь сюда выливаем наши яйца. Еще раз размешаю, наверняка, чтобы было. Видите, никакой пены, мы ничего не взбивали, поэтому тут никакой пены нет. И все выливаем в форму. Все, духовка у меня уже разогрета, омлет отправляется в духовку. И что у нас получится, сейчас увидим. У меня прошло 35 минут. Смотрите, что я достала из духовки. Как красиво. Ну, он сейчас постоит немножко. И потом мы посмотрим, насколько он осядет или не осядет. И разрежем, посмотрим, какой он у нас получился в серединке. Ну, сейчас вот он, можете посмотреть, прям такой еще живой, ну, так сказать, да, в кавычках. Ждем, он немножко остынет, потому что он очень горячий. Я вот прям, если кто услышал, шкварчал еще даже, я доставала из духовки. Я снова вернулась. У меня прошло полчаса. Омлет уже остыл. Я уже могу свободно дотрагиваться до формы. И теперь я хочу его разрезать и показать, какой же он внутри. Как видите, немножко он осел. Ну, как бы это нормально, да. Кто знаком с омлетами, те всегда замечали, как бы, да, что омлеты садятся. И теперь давайте его разрежем сейчас и посмотрим, в общем, что получилось внутри. Ну, все, как вы могли заметить, да, омлет идеально прям вышел из формы, достал, ничего не пристало к нему. Он очень-очень нежный. В общем, сейчас будем пробовать его, какой он на вкус получился у меня. Давайте мы его теперь попробуем. Я возьму кусочек лечного масла, положу на свой омлетик. Я положила буквально кусочек. Он вот так вот подтаял у меня. И вот такой вот вкуснятина такая вышла. Сейчас теперь пробуем. Очень нежно получилось. Вообще прям вот настолько нежный омлет. Ну, в сковороде такой не получается. И, собственно говоря, давайте теперь расскажу кое-какие моменты. За счет чего все-таки получается такой высокий омлет. Мой омлет, я считаю, это еще недостаточно высокий. Можно сделать омлет еще повыше. Можно взять форму поменьше, с высокими бортами. И тогда за счет этого ваш омлет будет очень высокий. Вот, в принципе, весь секрет, ну, как бы, да, это странно не звучало, но вот такой вот секрет. Я сделала достаточно высокий, да, вот в сковороде все равно такой не получается. Ну, учитывая то, что у меня было 10 яйц и пол-литра молока, как бы на вот такой вот объем, если бы было еще больше яиц, соответственно, вот в этой же форме, да, и молока, соответственно, омлет был бы выше. Омлет запекается постепенно, и то есть, когда он уже поднимается, он уже не выльется у вас из формы, но все-таки нужно стараться брать борта повыше формы. У меня просто таких нет, были, была только вот такая вот, самыми высокими, да, вот, ну, как бы оптимальный вариант я для себя выбрала. Можно было взять силиконовую форму, ну, я решила взять такую. Вот, в принципе, и весь секретик, да, вот, пробуйте сделать, попробуйте сделать, и надеюсь, у вас получится. Высокие омлеты, теперь вы знаете, как делать. Теперь у вас не будет плоских вот таких вот омлетиков, так что все элементарно и просто, как говорится, да. Главное знать небольшие нюансы и секретики, которыми я с вами, в принципе, сегодня поделилась. Так что пробуйте, я надеюсь, у вас все получится, вам понравится. Вы будете кормить своих близких вкусным завтраком, ну, или кто на обед-ужин, может быть, он такое тоже любит. Я думаю, яйца и молоко есть в каждом доме, так что бегите, готовьте. Я надеюсь, у вас все получится. Я желаю вам приятного аппетита, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok